МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известный столичный режиссер Владимир Панков привез в Самару спектакль «Синдром Орфея», где использовано одновременно несколько театральных жанров. Пока шел процесс сборки декораций, нам удалось поговорить с режиссером-постановщиком о творческих экспериментах и мироощущении. Владимир, здравствуйте. Рада приветствовать вас в Самаре. Вот как раз вы привезли к нам сегодня спектакль «Синдром Орфея». Скажите, в чем его особенность и экспериментальность, может быть? Ну, это эксперимент давнишний уже идет. Вообще, как бы давно это все началось, почти 10 лет назад, когда, собственно говоря, саунд-драма появилась в нашей жизни. И мы это назвали саунд-драмой, где звук становится главным действующим лицом. И сначала, я просто немножко, если вам интересно, такую предысторию, да, когда мы сделали первый спектакль, да, в общем, никто не знал, как к этому относиться. Что это, это мюзикл? Нет, это не мюзикл. Что это радиоспектакль? Нет, это не радиоспектакль. А тогда что? И нам в итоге опять для как-то, чтобы что-то, как бы для кого-то назваться, чтобы нас как-то понимали, да, вдруг возникла такая идея. Вот мы сидели четвером, я помню, тогда мы были четыре музыканта, Сережа Радюков, Володя Кудрявцев, Володя Нилинов и я. И мы, собственно говоря, говорят, ну, это звуковая драма. Кто-то сказал, да, драма, это, и потом как-то в процессе разговора вдруг саунд, драма, да, звуковая драма была. И, в общем-то, где, кто-то нас назвал театр композиторов, понимаете. Ну, потому что эксперимент в этом идет, когда сочетается все, и музыка. А потом мы пришли, уже появились у нас артисты, появились хореографы. И стало сочетаться все, и поэзия, и драма, и, в общем-то, хореография, и пластика, и жесты. Все становится частью музыки. Это все большой эксперимент, основанный во главе, который стоит звук и музыка. Звук и музыка. Можно сесть? Садитесь. Вы обвиняетесь в том, что, получив приказ взять себе в услужение молодого человека, взяли для молодого женщины, не имея на то никаких указаний, занимались личными делами, проявляли инициативу. Все произошло по стечению обстоятельств. Обстоятельств! 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 И, мне кажется, в той вероисповедании театра, в которой я нахожусь, мне кажется, это все сочетается в одном человеке. Он изначально... Каждый человек безумно творческий и безумно богат по своей природе. И мы просто... Человек привык... И профессия журналиста привыкли. Мы должны все разделить по полочкам, разложить. И так, ты балет, ты там... Театр же драматический, ты оперный и так далее. Мне кажется... Не кажется, а это испокон веку-то, это все. В общем, я ничего нового-то и не делаю. Просто надо хорошо вспомнить, что лежит в нашей истории театра. Или вообще в мировом театре лежит. Потому что комедии Дель Арта тоже, в общем-то, они все были и жонглеры, и клоунами, и акробатами, и режиссерами. И сами писали, и драматургами. Они в себе сочетали полноценную творческую единицу. Понимаете, я бы не разделял, а успешный или неуспешный... Это уже десятая история. Вопрос... Конечно, хочется при жизни, чтобы ты мог спокойно разговаривать с публикой, и у тебя была эта возможность. А какими средствами? Будь ты артист или ты режиссер, это абсолютно не важно. Этот артист тот же, то же самое, что ты разговариваешь с публикой. Режиссер то же самое разговаривает с публикой. У тебя есть возможность говорить. И... А театр такую создает условность, когда, представляете, там 200, 300, 700, 800 человек молчат, а у тебя есть возможность говорить, и тебя слушают. Вопрос, соглашаются или не соглашаются, это не важно. Но вопрос, что есть у тебя право голоса, это дорогого стоит, это, конечно, быть благодарным. Тем не менее, в спектакле вы затрагиваете социальные аспекты, об этом говорит и фонд Кремля, и сцена «Допрос». Скажите, вы соотносите это с нашим реальным временем, с нашей реальной обстановкой? Любой спектакль должен быть... соотноситься с реальным временем. Вопрос... В одном будет спектакль, это завуалировано, в другом это будет ярко выражено, особенно в современной драматургии это ярко выражено. Но здесь и завуалировано, и иногда и ярко выражено. Безусловно, он относится к сегодняшнему времени, безусловно. И, в общем-то, и Маяковский он сегодняшний, и Жан Кокто, и, в общем-то, те наши, в общем-то, и есть и философские мысли, что у нас там будет после смерти. И, в общем-то, история одного народа, большого народа, который живет на всей этой планете. История самоубийства человечества. В общем-то, я это вкладываю тоже. И все-таки нашу современную эпоху, как вы оцениваете? Как эпоху застоя, вот наше время, или в нем вы чувствуете какую-то мятежность? Вот ваше личное восприятие даже не как художника, а как человека, гражданина, так скажем. Да никогда не будет в России застоя. Не будет. Ничего не стоит на месте. Я в этом уверен. Вопрос, мне кажется, каждый человек должен, любой гражданин, задавать, что я здесь делаю, и что после меня останется. Вот это очень важно. Понимаете, как бы, как, понимаете, когда я, я же занимаюсь традиционной музыкой, и езжу в экспедиции, у меня учитель, одни из учителей, это люди, которые живут в деревнях. Это мои учителя, и до сих пор я приезжаю, уже, раньше я приезжал в экспедицию, какие-то записывал песни. Я сейчас даже не стал записывать песни, я просто общаюсь. Потому что они учат уму-разуму, да. И как баба Даша из села Плёхово Курской области, которой, к сожалению, уже нет в живых, как, я говорю, ну вот там, что-то я говорю, баба Даша, ну, что-то нет работы там, или что-то какая-то страна, какая-то странная стала. Он говорит, как нет работы? Работа всегда есть. Вы понимаете, это вопрос, как мы относимся к себе, к своему ближайшему другу, или вообще прохожему человеку какой-то. Это вот этот момент, который, я бы вот просто предостерег бы, да, всех, но начните верить в человека, друг другу, потому что всё направлено на то, чтобы мы не верили. Средство массовой информации направлено на страх, чтобы мы не доверяли. И это масс-медиа, интернет, который направлен только на то, чтобы человек не общался. Вы заметите, что мы общаемся через экран, да. Это же, эти же средства направлены на то, чтобы контакта не было именно с человеком. И благо, что есть пока театр, да. Есть театр, который, вопреки этому всему, это такой оазис, когда мы всё-таки имеем возможность встретиться. А сначала мы встречаемся друг с другом как актёры, режиссёры, художники, единомышленники. А потом к нам приходит зритель, который тоже становится с нами в диалоге. Вы понимаете, вот это всё-таки пока вот это будет оазис, а он будет. Он стоит сейчас пока, театр стоит как бы в оппозиции всего этого, всей этой большой безумной глобализации. Ну, мы стремительной силой развиваемся. Я вам считаю, что дело стоит за Россией и за провинцией. И поэтому Чеховский фестиваль сейчас большие делает усилия, чтобы не только столичный зритель увидел эти спектакли экспериментальные, разных режиссёров мирового уровня. Чтобы и увидела совершенно, я бы сказал, даже не провинция, а глубинка. Вот это точнее даже. Потому что немножко провинция слова есть такая, немножко какое-то... Она набила уже оскомину, немножко обидное слово. Я всё-таки вкладываю глубинка, а слово глубина, кстати. Вы уже представляли этот спектакль и за рубежом. А есть какая-то разница в том, что вы представляли, давали, и в том, как это принимала публика, и там, и здесь? Вообще, как бы, если... Вот я бы так немножко обобщил бы просто, да. Я вам скажу, что европейский зритель... Я, в общем-то, желал бы всё-таки нашему зрителю вот именно немножко оттуда позаимствовать... Позаимствовать какие-то, ну, я не знаю... Просто европейский зритель, он более открыт, я вам могу сказать. Он более открыт и готов воспринимать, да. Если даже что-то он не понимает, он готов больше воспринимать. Всё-таки пока наш зритель, он, если что-то не понимает, если сюжет не так ярко выражен, если это ассоциативное искусство, да, если это немножечко, чуть-чуть там, немножко посложнее, да. Потому что у нас очень много работает ещё стереотипов, да, восприятия. А тем, опять же, я сейчас вернусь в масс-медиа, сейчас большой поток этих сериалов, которые всё разжёвано, говорится, это Вася, это Маня, они любят, и потом они разводятся, а потом он уходит к другой, а потом он приходит. Вот если этого нет, пока всё-таки, мне кажется, для большинства зрителей, пока именно, нет, большинства зрителей, это немножко становится сложное ассоциативное искусство. И если это чуть-чуть посложнее, то, но, к моему удивлению, в Москве произошёл какой-то прорыв. Я удивился, что всё-таки мы прорвались к нашему зрителю, потому что весь зал, практически весь зал сидел прикованный, даже немножко, знаете, видите, вот как бы от кресла, не как удобно ему сидеть, а даже немножечко от кресла отходил и смотрел. Понятно, что не все там приняли полностью этот спектакль, да, наш, и так далее, потому что кому-то показалось это очень сложно, я ничего не понял, но до большинства людей мы достучались, я бы так сказал. И это вот всё-таки большая победа, что всё-таки должен быть разный зритель, и он должен был воспринимать разные направления в искусстве. И разный театр, не только классический, но и экспериментальный. На вашем спектакле есть три базовые классические темы. Любовь, смерть и творчество. Вот если говорить о любви, что в вашем восприятии, любовь, как вы воспринимаете это вот понятие такое? Вы знаете, я воспринимаю любовь как обратную сторону смерти. Но не будем говорить о смерти, лучше больше о творчестве. Какой вы режиссёр? Как вам это даётся? Как вы творите? Как вы вот именно вот в таком вот смысле глобальном режиссируете? Я такой же творческий человек, как и мой коллега, который находится на площадке. Здесь идёт история людей-единомышленников. Я всего лишь повод. И как вам объяснить? Понимаете, режиссёр – это не значит, что это власть, и что ты как сказал, так это и будет. Здесь вопрос людей, как есть постановщики вместе с режиссёром. Это и художник, это и хореограф, это и композитор или музыкальный руководитель. И есть другая сторона рампы. Это актёры, служащие, машинисты сцены, ребята-монтировщики и так далее. Каждый из них – это творческий человек. Каждый из них – художник в своей профессии. Вот понимаете, вот если я переложу сейчас немножечко из театра, выйду просто в реальность, в жизнь. Вот представляете, вот если бы у нас все 100% людей занимались бы любимой профессией, что было бы? Рай. Может быть, хорошо. Рай был бы, понимаете? Не просто ты отбывал свои часы и зарабатывал просто какие-то деньги, которые… А суббота, воскресенье у меня какие-то свои дела. Понимаете? Вот для меня театр – это прежде всего, и для меня режиссура – это способность разглядеть талант в других. И приумножить его таланты. А его минусы направить в плюс. Вот это режиссура. А потом уже свои… Потом уже, может быть, на втором месте твои творческие амбиции. И здесь вопрос нас театр учит слышать. Слышать не только там свои какие-то творческие задачи, которые мы перед собой стоим, а слышать друг друга. Еще театр занимается… И для нас театр дает еще момент воспитательный. Воспитательный и образовательный, кстати. Кстати, вы говорили про это уже, что это воспитательный момент, и вы сказали, что начинать нужно с себя. Абсолютно. Вот в вашем случае, как вы с себя начинаете, как вы себя воспитываете? Вот в свою кухню расскажите. Как вы над собой работаете? Сейчас немножечко такой заход идет, нескромный. Сейчас я буду рассказывать о себе. И это интересно, как режиссер себя совершенствует, творческий человек. Нет, могу за последнее время сказать, что я за собой начал наблюдать, одну вещь какую-то открыл. И чему еще надо мне учиться – это терпение. Вот именно терпение. Уважать и терпеть. Вот это два качества, которые, мне кажется, надо развивать с большей силой. Но потихонечку театр мне это показывает, и вот об этом я могу сказать. А в жизни вы режиссер своей судьбы? Или вы больше фаталист, и по течению плывете? Вот что вам предоставляет возможность? Ваша профессия, судьба, и вы это используете? Или вы сами это режиссируете, двигаетесь? Так нет. Понимаете, для меня это неразделимые вещи – театр и жизнь. Для меня нет этой границы. Как, собственно говоря, в спектакле нет этой границы, и мы этот мир воссоздаем, как бы и пытаемся его, вернее, не воссоздаем, а пытаемся в него проникнуть. Что есть сон, что есть смерть, что есть любовь. Все равно, знаете, когда ставили Николая Васильевича Гоголя, потому что, оказывается, мистика среди нас. Она реальна. Вот сейчас – это мистика. А вот сам Николай Васильевич Гоголь – это не мистика. Понимаете, все достаточно в зеркальном положении. Мы часто придумываем больше, чем оно есть. Все вокруг нас окружает звуки. Вот сейчас оператор поправил наушники, есть определенный звук, да. У вас есть определенный тембр, у меня есть определенный тембр. Уже из этого складывается драматургия. Уже из этого всего складывается уже какой-то мини-спектакль. Из этого всего уже складывается какая-то музыкальная партитура, которую ты можешь уже… Только кажется, что на улице хаос звуков, да. Машина проехала, там, не знаю, кто-то там кашлянул, кто-то закурил сигарету. Это все партитура, это не хаос. Это целиком все, это все организовано кем-то свыше. Вы понимаете, это все неотделимо от нас. И вот иногда, конечно, ты можешь уставать и как-то взять себе, поставить блоки, чтобы как-то этого не слышать там и так далее. Но, поверьте, это безумно интересно. Все это слышать и пытаться приумножить, приумножить именно трепет по отношению к тому, что ты видишь. Вот я бы так как-то повернул вот в эту сторону. Все равно именно все для этого. Для артиста, для человека, потому что везде люди и везде человек. Спасибо большое за интересный разговор и хорошие, удачные вам премьеры на Самарской сцене. И чтобы люди на 99,9% восприняли то, что вы хотите сказать. Это тоже не очень хорошо. Должно быть 50 на 50. Вот тогда это правильно. Вот тогда 50 на 50. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.